В Саудовской Аравии начались переговоры по мирному урегулированию на Украине. Советники по нацбезопасности более 30 государств, в том числе Бразилии, Британии, Индии, Китая, США, Турции, ЮАР и стран ЕС, обвиняются мнениями, чтобы, цитата, «сблизить точки зрения, а также выработать пути решения украинско-российского кризиса», конец цитаты. Об этом сообщает государственный телеканал Аль-Экбария. Россия на мероприятие приглашения не получала. Власти Саудовской Аравии заявили, что проинформируют Москву о результатах консультации по Украине. Комментирует доцент ГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топарнин. Саудовская Аравия ввела все это дело в свои руки. Очевидно, что здесь тоже не следует ожидать какого-то совместного заявления, какой-то согласованной позиции. Важно, как считают западные страны и Соединенные Штаты Америки, услышать голос Пекина, потому что считается, что именно Китай способен оказывать существенное влияние на позицию России. Китай, Индия – страны, которые на сегодняшний день являются главными торговыми партнерами. Естественно, что все эти страны объединяют желание скорее положить конец этому вооруженному конфликту. Здесь, конечно, знаковым событием является участие китайской делегации, причем на достаточно высоком уровне. Именно Китай среди представленных стран в Джиде обладает самым большим потенциалом по воздействию на позицию Москвы. Опять-таки, китайская дипломатия очень сложная, и присутствие китайского представителя вовсе не означает, что Китай будет блокироваться с Вашингтоном или с Брюсселем, допустим, и тем более с Киевом. Нет. Ну, все-таки это так, знаете, немножечко настораживает. Впервые Китай пошел на такой прямой контакт с западным сообществом, с Киевом, по вопросам урегулирования кризиса на позиции Украины. Директор Центра европейской информации Николай Топорнин отмечет, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены следить за переговорами по Украине в Джиде, а официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что в Москве рассматривают планируемую в Саудовской Аравии многостороннюю встречу как попытку создания антироссийской коалиции. В конце июня встреча с той же повесткой прошла в столице Дании Копенгагене, однако тогда Пекин отказался участвовать в ней. Собеседники западных СМИ, знакомые с ситуацией, отметили, что тогда был большой разрыв во взглядах между Украиной и большинством участвующих, развивающихся стран.